Значит так, сразу в догонку хочу одно маленькое видео, потому что очень важно. Надо было немножко раньше, когда он совсем горячий был, совсем не хотел. Значит, что происходит, когда молот перегревается? Как он начинает работать? Вот сейчас вот я здесь какое-то немножко время подождал. Он немножко остыл и вроде бы как разработался, но все равно недостаточно. Но самое время показать, как он работает при перегреве. Еще раз повторяю, никогда не поддавайтесь на требования, мягко говоря, не совсем умных заказчиков, которые требуют, чтобы без остановки пахал. Это тогда надо три гидромолота с собой брать, чтобы как перегрелся, этот ставишь, отцепляешь, другой. И так тогда только можно. Ну и так дадим газу, прижали. И, значит, нажимаем. Вот видите, он уже... Сейчас он опять перегреется, потому что он до конца толком и не остыл. Вот вы слышали, как он начинает? Тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых-тых. Медленнее, медленнее, как будто где-то кто-то его держит, как будто кто-то на ручной тормоз поставил. Ну все. Очень толстый металл, очень большой кусок металла, в котором находится вот эта вот система, Которая стучит там Там такой поршень бегает И если там это все нагревается Оно естественно все расширяется И просто оно Ну это все равно что двигатель перегреть И поршня они просто не могут Двигаться в цилиндрах И то же самое и здесь происходит И поэтому если кому-то надо быстрее Быстрее блин елки палки мы за вас платим Ну делайте хорошо Делайте быстрее Делайте без остановки И потом 3 часа сидите отдыхайте Вот в общем то и все Ну вот еще раз давай Газу дадим Газ вот сейчас полный Прижарим Включаем Ну все Немножко отпустим Все перегрелся Нафиг Спасибо Вот и все что я хотел сказать Пока